Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Сергей Самсонов. Я начальник отдела тестирования виртуальной фотовыставки fotowebexpo.ru, которая вещает во всех странах, на всех континентах, за исключением тех стран, которые принципиально забанили российские домены. Я не знаю, есть ли такие, но это не важно. Мы во всем мире, правда, вещаем мы только на русском языке. Сегодня я представляю вам интерактивный тест довольно известной и долгожданной камеры Samsung. Это Samsung NX300. Но прежде чем мы поговорим о двух вот этих коробочках, я хотел вас попросить подписаться, если вы вдруг первый раз смотрите наш канал. Подписаться можно по этой ссылке. Можно также посмотреть некоторые из наших интерактивных тестов, вот здесь вот, предыдущих, чтобы понять, что такое наш интерактивный тест. Вкратце, это тест, который формируете вы своими вопросами, а мы на них отвечаем. Точнее, у нас есть несколько стандартных тестов, которые мы проводим, но в зависимости от того, какие вопросы вы нам задаете, мы выбираем ту или иную линию. Сегодня к нам попали две вот таких коробочки. В одной из них, собственно, камера Samsung NX300 со штатным объективом 1855, если верить самой упаковке. Здесь есть инструкция. И даже должен быть лицензионный Lightroom где-то. Да, вот лицензия на Adobe Photoshop Lightroom. Правда, четвёртой версии, я думаю, что это просто недоработка. Это будет исправлено уже в ближайшее время. И помимо этого софта, есть iLauncher PC Auto Backup. Инструкция для пользователя и так далее. Дело в том, что что такое PC Auto Backup? Это программа, которая позволяет корректно работать с этой камерой. Если вы вдруг не знаете, это одна из первых продвинутых камер серии NX с Wi-Fi-модулем, которая позволяет непосредственное моментальное деление фотографиями с вашими друзьями. То есть вы буквально берёте телефон под Android или под iOS, устанавливаете туда приложение, которое называется Samsung Camera App. Его можно найти в Google Play или, естественно, в Apple iTunes. И соединяйтесь с фотоаппаратом по Wi-Fi, перекачиваете туда фотографии. Очень быстро, говорят, это очень удобно. Я пробовал на предыдущих камерах, однако здесь пока такого опыта не было. Посмотрим, что это такое. Помимо всего прочего, здесь есть регистрационная карточка владельца продукции Samsung, кстати, на русском, уважаемый покупатель, гарантия, краткое справочное руководство, как я сказал, полное находится на диске, и ещё одно краткое руководство пользователя. Здесь, собственно, камера, но пока до камеры дойдём, я, пожалуй, рассмотрю что-то другое. Здесь есть ещё что-то. А, это объектив, очевидно. Объектив уже идёт с блендой, которую совершенно не обязательно носить каждый день. Крыжечка стандартная. Объектив – это новый. Это второй серии 1855 со стабилизатором внутри и возможностью переключения автоматического фокуса на ручной. Кнопка iFunction, которая позволяет вам выбирать основные режимы, настраиваемая, между прочим. Ну, получается вот такой вот вид. Блин, поэтому не обязательно. Анатолик и дополнительно удлиняет фотоаппарат, который призван к тому, чтобы ложиться в вашу сумку. Что у нас есть ещё здесь? Почему-то второй ремень. Я подозреваю, что это не тот ремень, который был в этой коробке, потому что редко кто два ремня кладёт. Есть здесь также микро-USB, короткий шнурок и зарядка под USB, как делают сегодня адаптер питания, который позволяет вам заряжать фотоаппарат прямо через шнурок. То есть зарядника отдельного, для которого надо вынуть батарейку и вставить её в какой-то другой модуль, у фотоаппарата нет. Фотоаппарат можно подзаряжать, допустим, от ноутбука, от солнечных батарей, которые позволяют вам подтыкать USB-устройства. Сейчас таких много. То есть даже в тех условиях, когда обычную камеру вы не зарядите, здесь есть возможность зарядки на лету. То есть вы уехали куда-нибудь, вы же телефон с собой берёте, правильно? А у телефона вот такой штекер. Пожалуйста, зарядка готова. Вспышка, обратите внимание, в фотоаппарате штатная, но она внешняя. Штатная внешняя. Для тех случаев, когда вам нужна вспышка, допустим, вы решите, снимаете заглушку, в обычный башмак вставляете, и вот она в таком виде, она выключена, в таком включена. Очень просто. Питается она от самой камеры. Это удобно. То есть там вам никаких батарейок носить не нужно. Хотя и жрёт, естественно, батарейки самой камеры. Башмак здесь стандартный. Единственные точки контакта распределены таким образом, как делает это сам Samsung. Во-первых, что хочется отметить. Это такой матовый дизайн верхней панели, как сейчас делает Leica, только Samsung ещё снимает фаску, чтобы придать какую-то определённую текстуру ей. При более плотном рассмотрении вы эту текстуру увидите, я надеюсь. Здесь есть откидной экран, здесь есть внутри всё тот же 20-мегапиксельный сенсор изображения, который вам позволяет получать очень большие картинки. Кольцо режимов у нас имеет, помимо прочих режимов, суперинтеллектуальный и Wi-Fi, который вам позволит передавать картинки на планшет или на телефон. И экран здесь сенсорный. Из интерфейсов подключения здесь есть mini-HDMI и, собственно, micro-USB, который позволяет вам одновременно заряжать фотоаппарат. Надпись модели NX300 сделана в Китае. Странно, кстати, для корейской компании видеть надпись сделана в Китае на борту. Ну и, естественно, отделение для карты памяти, не обрезиненное. Там же находится и аккумуляторная батарея. Ну и, естественно, фирменный хват для камер компании NX1000, NX2000, Galaxy NX и, естественно, NX300. Что касается NX20, он немножко другой, потому что там видоискатели и сам дизайн немножко отличается. Ну и, естественно, перейдем уже от камеры к вот этой вот секретной коробочке, которую нам дали вместе с ней. Дело в том, что это первая NX-камера, которая снимает 3D-фотографии на обычный объектив. Он необычный, конечно, но это однолинзовый объектив, фикс-объектив, который устанавливается на камеру. Тут есть тоже, кстати, гарантийный талон, инструкция по использованию. Объектив 45 мм. То есть при установке на эту камеру он получается таким умеренным портретником миллиметров 60-80, но который делает 3D-фотографии. Обратите внимание, что объектив у нас в чехле, все крышки при нём. На объективе есть всё та же кнопка iFunction, которая позволяет достучаться до основных настроек фотоаппарата и объектива, и переключатель 2D-3D, который позволяет переключаться между обычным режимом, то есть использовать его в качестве портретника, и режимом трёхмерной фотографии. Кстати, действительно, на портретник он очень неплохо тянет, потому что у него относительно отверстия 1,8 позволяет, скорее всего, очень приятно размывать фон. 3D-фотография здесь упаковывается в собственный формат изображения, который, возможно, доступен для просмотра на телевизорах, это поддерживающих. В основном, это телевизоры Samsung. С остальными, естественно, гарантии такой нет, хотя и никто не будет отрицать, что, скорее всего, они тоже это поддерживают. Мы протестируем и штатный объектив, и 3D-объектив Samsung, а сейчас мы перейдём уже к более честному рассмотрению самой камеры. Итак, вот верхняя панель камеры, здесь мы видим стерео-микрофон, штыкер для стандартного подключения вспышки, и те же есть колёсико увеличения и уменьшения изображения. Оно крутится как в одну сторону, так и в другую. Основной рычаг переключения режимов, как я сказал, на нём, помимо обычных PISM интеллектуального, супер-пупер интеллектуального, есть ещё авто и Wi-Fi, клавиша включения, и, естественно, клавиша Direct Link. Direct Link – это клавиша непосредственного запуска приложения управления фотоаппаратом. То есть, когда вы хотите именно включить фотоаппарат в режим управления, вы просто быстро нажимаете эту клавишу, и фотоаппарат, если у вас на планшете или на телефоне запущено специальное приложение, тоже перейдёт в этот режим управления. Вы сможете уже запускать съёмку именно оттуда, в планшет, удалённую. Обратите внимание, клавиша записи видео вынесена как бы под верхнюю панель, она находится под большим пальцем. То есть, съёмка осуществляется именно отсюда. И доступна она, тоже обратите внимание, как сверху, так и сбоку. Далее, собственно, задняя панель фотоаппарата. Мы включаем его. Извините, это я случайно в режим Wi-Fi вышел. И если мы снимем крышку с объектива, то мы увидим то, что видит и сам объектив. Фокусироваться здесь можно, выбрав точку фокусировки на экране. Обратите внимание, что при съёмке трёхмерных изображений возможностей, как HD кадров, то есть 4 Мп, так и стандартного разрешения. То есть, не HD, а достаточно для разрешения PAL, то есть это DVD. Что, собственно, зависит просто от вашего телевизора. Скорее всего, HD вам будет более чем достаточно. 3D у нас показывается вот в этом углу, а включается специальный переключатель на самом объективе, как я уже показывал. И обращайте внимание, что объектив при этом становится более светлым. При переходе в 3D он темнеет. У него закрывается диафрагма, то есть из 1.8 она становится 6.3, минимальная, потому что через объектив информация поступает сразу на две картинки. Здесь же у нас всё гораздо проще и прозаичнее. функциональной клавишей вы можете менять диафрагму, можете менять чувствительность. Это я всё изменяю клавишей на объективе под большим пальцем, что удобно. Вы нажимаете клавишу и крутите колесо фокусировки. Чувствительность меняется до 25-600. Обратите внимание, что в этом режиме, если отключить 3D, объектив начинает фокусироваться гораздо быстрее. Если же 3D включить, он начинает как бы притормаживать. Просто потому, что у него закрыта диафрагма. Он сначала немного ёрзает, и только потом фокусируется нормально. Клавиши, которые у нас расположены на задней панели, вполне стандартные, не только для Samsung, но и для других автоаппаратов. Это способы отражения информации разной, в том числе с уровнем, без уровня. Это автофокус, тип автофокуса, ручной, автоматический. Это чувствительность. И, кстати, сенсорный экран даёт вам возможность непосредственно управления съёмкой уже отсюда. То есть, вот, пожалуйста, здесь вы выставляете экспокоррекцию. Он вам, правда, подсказывает, что всё то же самое можно сделать и на объективе. Совершенно не обязательно лазить в быстрое меню, потому что на объективе всё выставляется гораздо легче и гораздо быстрее. Более того, если вы меняете один параметр, он автоматически меняет и другой. Прямо точно так же, как делалось это раньше, на среднеформатных камерах. всё остальное тоже может выбираться. Выбор точек фокусировки, что, собственно, гораздо проще делать именно по экрану. Вы нажимаете просто на соответствующую зону экрана и фотоаппарат выбирает точку фокусировки, потом фокусируетесь. Ну, или снимаете сразу. Кнопка удаления, кнопка воспроизведения, они тоже, в общем-то, понятны. И на кнопку экспо-коррекции выведен также, как видите, репетир диафрагмы, если он вам нужен. Кстати, обратите внимание, здесь у нас есть гистограмма живая, она хромная. Теперь давайте посмотрим, как фотоаппарат снимает через Wi-Fi. Для управления, соответственно, нам понадобится планшет под Android. В нём есть специальное приложение Samsung. Камера App. На фотоаппарате мы переходим в Wi-Fi режим. Выбираем, соответственно, Remote Viewfinder. Это одно из приложений, которое доступно. В данном случае пока планшет её не видит. Но так как ранее планшет уже работал с камерой, она подключается автоматически. То есть, вот он её увидел в списке доступных. Я пока ничего не нажимаю. Автоматически переходит в режим управления. Вот мы видим картинку, собственно, нашего телефона, фотоаппарата, извините. Мы говорим, что подключено. Сделаем кадр. Кадр сохранен, пожалуйста. Он нам что-то показывает. Варианты доступные. Вспышка. Ну, естественно, вспышки на нём нет. Таймер. Разрешение. Смартфон, камера, камера. А, позволяет сохранять либо на смартфоне и камере, либо только на камере. То есть, не передавать его в планшет. Ну, допустим, вам это просто не нужно. Поставим так. Всё, он ещё раз щёлкнул. Радиус действия, как вы знаете, Wi-Fi 10 метров. Собственно, это весь функционал приложения, который я вижу в настоящий момент. Разрешение, таймер и вспышка. Как и было в предыдущей версии, что лично мне не очень понравилось, так как это сильно ограничивает... Итак, у нас есть ровно две недели на проведение интерактивного теста камеры Samsung NX300, которая оборудована всем множеством технологий, которые только есть. У неё, кстати, очень неплохой откидной экран. Сенсорный откидывается на 45 вниз, на 90 вверх. Камера удобная, единственный объектив великоват. Ну, в следующий раз, честное слово, обещаем взять камеру с блиноподобным объективом, для того, чтобы посмотреть, какова она в деле. Насчёт этой камеры. Камера приятная. Ну, как она покажет себя в условиях теста, вы увидите уже в следующий раз. Задавайте нам свои вопросы под данным видео, ниже. Это касается как канала YouTube, так и различных ссылок ВКонтакте или Фейсбуке. То есть, можете смело даже в наших группах писать комментарии с вашими вопросами. Ну, и, естественно, на нашем сайте. Те вопросы, которые поступают на наш сайт, мы ставим в приоритет, отвечаем на них в первую очередь. И, естественно, мы попробуем трёхмерные картинки. Правда, честно говоря, я не могу гарантировать, что они у всех из вас пойдут на ваших телевизорах или хотя бы в ваших компьютерах восстанавливать соответствующие программные воспрещения для того, чтобы смотреть картинки, стереокартинки в хорошем качестве из этой камеры. Вот. И, естественно, до встречи. Не забудьте подписываться на наш канал здесь. И, естественно, ждите вторую часть теста, в которой мы ответим на ваши вопросы, которые вы зададите к этой части теста. Всё. Удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok